Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас 6.30 утра, и я вышла с утра пораньше, чтобы разобрать свои перцы и поговорить о перцах, потому что уже очень много вопросов о перцах. Почему так рано? Потому что у нас такая жара. Хотела днём вчера рассказать вам, не смогла, очень жарко. Поэтому у нас выход, вот работаю в теплице только или утром рано, или вечером. У меня многие спрашивали, почему я говорю только о томатах, о перцах ничего не говорю. Но мне было говорить нечего, потому что, как у меня с перцами, я их все распикировала, поставила. Всё, больше я ничего с ними не делала. Я их ещё не высаживала, потому что они более теплолюбивые. И я вот как с томатами поступать с ними не могу, что высадить там, если подмёрзнут, пусть обрастают или что-то, с ними это не пройдёт, они более нежные. И так как я с ними ничего не делала, мне и рассказывать было нечего. Вот они росли и росли. Вот эта вот рассада перца, это вся для меня. Я сейчас буду их рассортировать по сортам, по высоте куста, высаживать в теплицу. И, конечно, ни о каком борном опрыскивании сейчас ещё в моём случае речи не идёт. Но так как люди, посмотрев видеоролик про опрыскивание бором томатов, спрашивают, можно ли то же самое делать с перцами, с баклажанами, сразу отвечу – да. Потому что вот опрыскивание бором, оно универсальное, оно подходит всем. Я не опрыскивала уже, рассказываю вам почему. Потому что было рано. Потом после этого видеоролика я расскажу вот про эти завязи. Очень много вопросов, что делать, если перцы дома цветут и завязываются. Видите, у меня, я сейчас буду высаживать многие перцы уже с плодами. И я расскажу, выщипывать, не выщипывать, моё мнение на этот случай. Но сначала я расскажу про бор. Так как я про томаты говорила, но многие ищут в видеоролике именно про перец, к перцу относится всё то же самое. Извините, у меня солнце слепит, буду вот так делать. Вот многие знают, что дефицит бора, что это борное опрыскивание в основном мы делаем, чтобы восполнить дефицит бора. А что нам даёт вот это борное голодание? И наоборот, что даст вот эта борная подкормка, многие даже не задумываются. Но я сейчас в двух словах пробегусь вкратце, что когда не хватает бора, опадают завязи, опадают цветы. Это мы все знаем, многие знаем. Но также, вот когда мы делаем борное опрыскивание, также мы помогаем вот новые. Иногда некоторые пишут, что перец остановился в одной паре, не растёт всё, вот нет таких новых росточков, побегов. Вот это и может быть недостаток бора, потому что после борного опрыскивания очень, где бы взять образец сейчас, скажите, очень быстро начинают появляться вот здесь новые точки роста, и как бы возобновляется снова рост. Это может помочь вам бор. Так, потом, если есть перекорм, в крайнем случае, вы, например, во время выращивания рассада перекормили азотом или перекормили калием, вот это борное опрыскивание может выровнять вот эту ситуацию, то есть убрать вот этот перекорм, ну как нейтрализовать. Потом, ещё улучшается наличие бора в растениях, увеличивает воздухопотребление корней, то есть это ещё один плюс, корни дышат лучше, растение развивается лучше. Не буду вот в эти научные подробности вдаваться, скажу одно, что борное опрыскивание не повредит ни одному растению, только плюсы, но вы должны помнить, что увлекаться борными опрыскиваниями тоже нельзя, и везде в рекомендациях, вот у меня садовая, на аптечной вы, конечно, не найдёте пачки, у меня садовая пачка, и везде написано, что только три раза за сезон, это в период бутонизации, вот сейчас я высажу, у меня бутончики, вот начинают цветочки, всё, потом в период массового завязывания, в период начала плодоношения, запуталась, в период начала завязывания плодов и потом в период массового плодоношения, Когда начинают наливаться вот эти Ну короче три раза все Злоупотреблять борными подкормками нельзя Он имеет свойство Если уже есть там вот Плоды готовые Если вы будете часто обрабатывать Он может поступить в организм человека И может там накапливаться Может человек заболеть Как всегда все хорошо в меру Опрыскивание хорошее Эффективное Но нужно соблюдать все инструкции Еще про правила подкормки Сейчас скажу что Можно внести бор Восполнить двумя видами В грунт И опрыскивание по листу В грунт пользуются очень редко Такими способами Это уже когда явные признаки голодания Когда начинают отмирать точки роста Когда вы видите что уже вообще плохо с растением Чаще всего делают по листу Это быстро, удобно, экономично Но рецепты вот смотрите Все спрашивают про рецепты Например вот на этой На садовой пачке Рецепты тут разные От двух граммов Даже до двадцати граммов На литр Это вот для фруктовых деревьев Я всегда делаю И пять граммов И десять граммов Но новичкам Я бы посоветовала Начать с дозировки Два грамма На десять литров Чтобы не было ожогов Чтобы не было в крайнем случае Вдруг вы еще не знаете Как подкармливать Лучше всего перед тем Как сделать подкормку Полить хорошо растения Тогда они Даже если вы что-то переборщите И неправильно сделаете Тогда никаких ожогов не будет Вообще рекомендация специалистов Любые подкормки Хоть корневые Хоть листовые Делать по влажному грунту Чтобы растение было защищено Вот этим наличием влаги Чтобы у него листья были такие Напитанные водой Так, что еще Как разводить Многие Я дам ссылку еще на прошлое видео И многие спрашивают Какой именно рецепт Рецепт давать не буду Я просто скажу Что классический рецепт Два грамма на десять литров Но кто поопытнее Вот как Я, например, и пять граммов Ой, два грамма на десять литров Я могу и пять граммов На десять литров развести Последний раз И десять граммов На десять литров Разводила Ничего страшного не происходит Но если вы пользуетесь впервые Остановитесь на двух граммах Вот, берете два грамма Бурной кислоты Разводите в небольшом количестве Горячей воды Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят Кипяток не обязательно Но чтобы руке было горячо Потому что кристаллы Трудно растворимые Разведете в пол-литровой баночке Потом этот раствор Добавляете Ну там, на десять литров воды Если вам нужно ведро Но обычно я делаю Пятилитровую баклашу Мне всегда хватает И начинаете опрыскивать Опрыскивать мелко Мелкокапельным таким вот опрыскиванием Можно все растения И листья И стволики И вот эти маленькие завязи Они еще им далеко До употребления в пищу Вот в такой фазе такого растения Можно все вообще с головы до ног Опрыскивать Потом Ну и главное Соблюдать Не больше трех раз Остальное все Почитайте Если вы ни разу не делали Почитайте комментарии Других опытных огородников Вот под видео Про перец Про опрыскивание бурное Про томаты Там вот я еще говорила Про то, что Есть более усложненные варианты Если вы только начинаете Свою огородничать Ну такую деятельность То лучше всего конечно Начать с однокомпонентных Потом Когда вы уже немножко Освоитесь У вас будет Больше запозданий Будете добавлять туда Три-четыре компонента Все Вот это все Что я хотела сказать Про Опрыскивание Бурное перца То есть Отвечая на вопрос Моей зрительницы Можно ли опрыскивать Так же бором Как и томаты Перцы Я говорю, что да Можно Точно так же Делаете раствор Точно так же Опрыскиваете Или утром Или вечером Желательно, чтобы на солнце Не попало Вот сейчас в 7 утра Ну вот в таком состоянии Уже нельзя опрыскивать Уже могут быть ожоги Даже простая вода Капелька Когда попадает В такую солнечную погоду Все сжигается Все Сейчас следующее видео Будет о том Нужно ли удалять Вот эти бедные Вот плоды Которые Сформировались у нас Раньше времени До свидания Невозможно Солнце так слепит Все Желаю вырастить Хороший перец У меня вот он пышет Не знаю Куда девать Я насадила Как всегда побольше Теперь вот Буду разбираться С ними Лес густой Все, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok